Расскажу я вам сказку. Тут есть такая некая сказочная установка. Тут идет заземление, где-то 3 метра на утопление, светодиоды. Потом, когда включил, может не работать. Камера выключится сама, поэтому теперь буду рассказывать пока она выключена. Что тут можно из ее хорошего? Что можно тут настраивать? Можно двигая вот эту туда и сюда немного менять частоту. Раздвигая витки антенны можно тоже менять частоту. Сдвигая частота будет повышаться, раздвигая и понижаться. Это тоже что-то слабо меняется. Нужно эти пленки убрать, тогда будет сильнее. И она тут вверху ближе, она будет сильнее меняться. Сначала она незначительная. с Сергеем. Тут резистор 0,22 Ом. У Сергея 1 Ом. И 47 нФ конденсатор. У Сергея 4,7 нФ. Но даже 0,22 Ом и 5 Ом все равно греется очень сильно, можно сказать. Знаю как у него там был один один E. Он там и в один E. Дином и вообще он там так сильно должен нагреться. Либо у него там Tesla слабая какая-то. Тут транзистор ERR640. 18 ампер, 200 вольт. Во время работы тут где-то 40 вольт. 39-42 вольта, где-то 38 колеблется на питании. Минус заземленный на землю. Тут тоже начало намотки пятислойной моей на землю, земляное отопление индуктора. Вот этот начало, конец идет на землю. Потом другой конец индуктора идет на конденсатор. 15 кГц, чуть выше теперь. Но ток потребляет только много. А лампа слабо горит, если включить эту лампу. Какие-то 120 вольт будет. А потреблять будет система 5 ампер и 19 вольт. То есть... То есть... Около 96 ватт или сколько там? 95 ватт потреблять, а 20 ватт лампа не на весь накал гореть. То есть на выходе где-то 10 вольт. Если 100 ватт лампу 113 или сколько там? Ну, тогда она там тоже горит на 50 вольт где-то. То есть без трансформатора Теслы тут КПД очень... Низкий. Ну, у меня прям много тепла на индукторе. Вот я Теслу отключу, чтобы... Тут 2 амперметра, они примерно одинаково показывают. Только тут начало одно. Вот одна шкала за мной уже сразу показывает. Включаю. Ну вот. Потребляет 3 ампера. То есть 2,2 ампера где-то. Но это у вас с этой лампы. Из этой лампы он меньше потребляет. Потому что чем больше нагрузка, тем меньше потребляет. А с этой он будет 5 ампер потребляет. Ну, теперь не 5, теперь меньше. Потому что скважинность немножко меньше. Это на 45% скважинность на 5 ампер потребляет. Потому что ТЭЛ-генератор имеет 45% скважинность на максимальной скважинности. 5 ампер. После... А тут идет вот эта серая обматочка. Не знаю, сколько тут ветков. По 2 половины смотрим. Один матр. И вот эта синяя дно откуда не используется. Если что можно, чтобы потом добавить ее, если не хватит напряжения. Идет на диодный мост из УФ5404 диодов. Очень хорошо выпрямляет. Не греется. Тут у меня раньше был низкочастотный похожий диодный мост какой-то. Так он сильно грелся. Но он зато спасал от выбросов. Я потом, когда эти поставил... И во время работы тут 100 вольт появляется без нагрузки. Без ТТ. На конденсаторе я включил нагрузку. И сгорел ИРФ64030 с транзистором. ИРФ630. Тогда я поставил этот резистор. Иначе бы я его не ставил. Может спасет, если вдруг нечаянно нажму вот эту кнопку. Я уже ее не нажимаю во время. Вот сперва нужно выключить, разрядиться. Конденсаторы вот эти и вот это. Тогда можно включить. Вот эту кнопку трансформатор Тесла включится. И тогда могу уже включать питание. Так пока я уже побаиваюсь. Хоть и поставил резистор. Ставил сперва один. Он двухватом там так грелся, что смердеть дым из него шел. В этом я поменял. Питал прямо от питания без пачек. Просто постоянно работал от 18 вольт до 19 вольт. И тогда Тесла, уже сама Тесла потребляет 19 вольт. И 20 ампер на самом большом резонете. И то есть 5 ампер. Такая мощная идет. С ним тема. Тут колечко надето. 500 он резистор. Он не ток показывает. Он полуток, полунапряжение показывает. На малом токе он больше напряжения. В токе он уже начинает в ток больше входить. Тут по 0,47 микрофарадовый конденсатор. 400 вольт наверное каждый. Тут 0,47. Тут написано 0,47. Но на самом деле он 220 нанофарад. И 0,47 микрофарад еще. Дистор ИРА-630. Но при полной скважинности он очень нагревается. После длительной работы. Хотя не сгорает. Но вот этот вообще так дотронет все что. Уже палец прилипает. Такой весь горячий. Там 100 градусов где-то. А тут нужно низковольтное. 55 вольт. Так как тут три витка. И тут нет обратных витков. Так тут лучше резонанс получается. Тут качественно и резонирует обмотка. Конденсатер 20 микрофарад. Потом на плюс идет через дроцель вот этот. И на плюс потом Ту-4 микрофарада. И тут 1,5 микрофарад. 400 вольт этот стоит. Стабилизатор напряжения на 8 вольт. То есть на затвор поступает 8 вольт. Плюс падение на транзисторе. Так там вообще где-то 7 вольт поступает. Который впитывает в базу. Затвор то есть. Усиливаю еще два транзистора. Там есть еще. Эти комплементарная пара. Ну и нормально работает. 7 вольт на затворе. Когда я говорил. Когда тут без пачек. Тут надо питать тогда. Такая весь красивая шпарит. Она такая как плазма горит. Такая жаркая. Толстая. И 5 ампер потребление вырастает на резонансе. Потому что тут сразу на землю идет. У качера там через резистор. Через базу идет. Поэтому там он уже меньше употребляет. Какие-то там жалкие. 1 ампер или 2 ампера максимум. Такого никогда не было. Чтобы он так много употреблял. Если я не путаю. Доктор греется. Намотана тут как у Сергея. Только последний слой недомотан. Тут 5 слой. Он еще должен был до сюда. Где-то быть намотан. Потом еще 6 слой должен был намотать. Но я тут. Видимо слишком длинную эту катушку. Намотал. И поэтому не хватило провода. Тут где-то 36-37 метров. Всего провода. Из двух проводов. Скрученная из красного и черного. Сперва наверное 25 метров. Купила. Потом еще 12. Докупил. Как говорится поэкономил. Сперва делается очень дорого. Этот провод. Потом все пришлось докупать. Здесь такое колечко. Прямо идет на осциллограф. По плюсу дроссель стоит. Такой. 0,75 миллиметров квадратный провод. Идет на минусе. Ай нет. Тут на минусе. Вот на плюсе дроссель. Немножко развязать. Это блок питания. Который нашли мне друзья. И подарили бесплатно. Я только провода купил вот этот. Правда много стоил. 3 евро. В общем-то. Вот тут по питанию для пошпула сглаживающий конденсатор. Это какие-то. 2000 нафарад. 35 вольт. 2200. И мировой. 200 вольт. 330 микрофарад. И этот еще 2,2 микрофарада. Потом тут еще. 100 нанофарад склаживающий. Это все для пушпула. Конденсатор. Этот, этот и этот. Эта кнопка включает пушпула. Эта кнопка включает вот этот генератор. Эта кнопка включает вот этот генератор. Но если от этого выключим, то я там пусть выключу. Но то чтоб комбинировать можно с другими генераторами. Нужно вот тут прямо импульсы сделать. Прямо будет на одном импульсе тогда вот это убрать. Эту часть. Будет на одном импульсе работать. Ну на пачке наверно легче настроить. Тут трансформаторы Теслы частота где-то. 1,7, 1,6. То есть 1,57, 1,59, то где-то 1,60. Вот такая примерно чистота. Вот такая примерно чистота. Работала и на качере, так и на качере, и на постоянно работающем. У них никакой явной перемавки ничего не получилось. Тут еще вот один микрофарад 1000 вольт конденсатор после моста. Тогда тоже внести их отлично. Если камера не выключится, покажу, как я двигаю пачку, как она там залазит, сразу скажу, что ничего не происходит, как она бегает по амплитуде, низкочастотной. Вот такая силограмма на колечке. Вот я сделал такую палку. Чтоб регулировать эти многооборотные наводок не было, я смазываю отвертую. Вот эти регулировать можно. Это была линейка полу... Ну, я значную бумагу заточил, вот конец и всё. Надо частоту подрегулировать. Когда будет самый резонанс, тогда светодиодик там, он самая ярко загореть. По нему самое лучшее подрегулировать. Употребление общее 19 вольт и 3,4 ампера. Вот такая длинная истягивается. Наверное, такой у самого Колобухова не было, такой нету, такой мощный. Я не знаю. Теперь частоту я померить никак не могу. Нужно перейти в постоянную работу, чтобы Тесла работала только тогда. на глаз могу что-то так примерно сказать. Вот где-то оденула. 1,5 или 1,6 МГц. Вот и так. Лучше вот эту всю игровку, конечно, еще куда-то подальше. Вот эта антенна, вот эта антенна очень сильная. Прям она только показывает одну эту. Одни эти выплески, там не видно низкочастотную амплитуду какую-то. Буду залазить. Африdz Sciences Усо澤нли Иди сюда перейти. Иди сюда просто. Непреспос spindам, Неизвелья текertарbee во mindset. Африка. Иди сюда, Немножко горшок пошипит, шипит немножко, а тут и скрипеть Немножко начнем Вот тут у меня есть вот эта кнопочка и включатель, который переключает на вторую половую волну То есть на другую половую волну как бы будет бить, вот это и работать с другого канала берется сигнал Продолжение следует... Нужно немного сделать жирнее этот пемпель Вот так немножко Немножко Шепчевает этот горшок и больше ничего не происходит И нагрузка никак не меняется Нужно немного длительностью нежить Немножко 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 Как там будешь каждый искать, он вообще может на том месте. Могу увеличить длительность. 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 Все равно примерно та самая, иначе частота самая не меняется. А теперь вот индуктор я подвину, вот так. Тоже сильно не ушло, немножко ушло, по-моему, поднял. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь вот антенну сожму. Вот так взял. Теперь частота должна понизиться, повыситься. Хотя нет, сильно не поменялось. Все равно в резонансе все тоже. Немножко повысилось. Просто где антенна, которая больше витков имеет, у нее этот зазор больше, тогда она больше влияет, а когда она так близко у меня, это мало влияет. сожму. Теперь раздвину. О, видно, что ушла. А теперь уже меньше, так заметно, что меньше амплитуды. Амплитуды. Ну и вот еще приближу, индуктор ближе. Валя, ничего снова не поменялось. Угоняй. Спасибо, СВАДИ. Подвигаю. Вот ничего не происходит. Я употребляю теперь всё это дело 5 А. Наверное что индуктор нужно его подальше. Всё плейбмотка тоже греется. А вот какая амплитуда маленькая. Вот резонанс ушёл далеко. Вот. Спасибо. Спасибо.